В Тверичане вырастили тыкву весом под полтонны. Гиганта семья Волковых срезала в Международный день тыквы 26 октября. Как им удалось вырастить такой большой плод и сколько блюд можно приготовить из него, узнала наша съемочная группа. Знакомьтесь, это Крэзи. Самая большая тыква, выращенная в Твери. Талия 2 метра 40 сантиметров, высота 2 метра 47 сантиметров. Такой размер не случайность. Цель, которую поставила перед собой Наталья, достигалась ею последовательно день за днём. А ещё девушка за годи запаслась семенами у российских тыквенных рекордсменов и решила поставить эксперимент, который с первой попытки увенчался успехом. Мы посадили 4 тыквы в надежде, что кто-нибудь, какая-нибудь одна вырастет. Выросли все 4. Вот эта тыква самая большая, она 430 килограмм предварительный расчёт. Следующая тыковка у нас была 403 килограмма и 2 в районе 250-220. Резать такую малышку обычным ножом не получится. Для этого понадобится настоящая пила. Тыкву-карету для золушки удалось вырастить тверичанам. Вес такой малышки ни много ни мало 430 килограмм. А одна долька весит порядка 30. В этом году Наталья представила свою тыкву на всероссийском конкурсе «Тыква-баттл», где она заняла третье место. Главное условие конкурса – вырастить тыкву максимально естественно, только на органике. За границей тыквоводы обычно тратят огромные средства на удобрение. Тверскую же тыкву растили на навозе, перегное, то есть на всём том, что есть на каждом участке. Я посадила эту тыкву совсем небольшим растением. То есть она была где-то с палец толщиной. И сейчас вот посмотрите, какой у неё ствол. Вот она здесь начинает расти. Боковые плети у неё более 12 метров от этого ствола. Отходят вот туда на горку, забрались. То есть она такая очень большая сила роста у этой тыквы. Поэтому я назвала её «крэйзи». Ещё один нюанс. Такой тыкве необходимо исключительно ручное опыление, для того, чтобы сохранить генетический маркер и способность будущих растений гигантизму. С вечера изолируют готовый, который вот-вот распустится женский цветок. Он с небольшим плодиком. И несколько мужских цветков с этого же или с другого растения. А утром вручную переносит пыльцу на пестик женского цветка, и цветок снова изолируют на сутки. Но и это ещё не всё. На этой тыкве нужно оставить одну тыкву, чтобы всё питание шло ей. Но растение всё равно хочет как бы вязать ещё тыквы. И их очень много. Мы их постоянно снимали. И по 10 килограмм в листьях не замечу. Вот такая тыква уже вырастает. Летом только за одну ночь тыква может прибавить весе порядка 10-13 килограмм. Сейчас она уже практически не растёт. Но чтобы её сохранить, за ней нужен хороший укод. Тыква занимает несколько грядок и лежит на поддоне, как на шезлонге. А чтобы она не замёрзла ночью, на улице уже бывает и минус. Её кутают в плед и накрывают плёнкой. Уход за ней как за принцессой. Из такой тыквы вполне могла бы получиться карета для золушки. Наталья организовала для дочки целую фотосессию. Грек не воспользоваться таким экспонатом. Но и на кухне ей применение, конечно, найдётся. Сложно представить, сколько всего можно приготовить из такой малышки. Мякоти хватит и на рагу, и на пироги, и на тыквенный суп. Коронные блюда Натальи – тыквенные цукаты и тыквенная икра. Всего в этом году у семи Волковых выросло 280 тыкв. Четыре из них гиганты. У Волковых уже есть планы на следующий сезон вырастить тыквы ещё больших размеров, а также попробовать растить гигантские арбузы. Субтитры создавал DimaTorzok